Всем привет! Сегодня у нас не совсем серьезное видео, не совсем важной темой какой-либо, а просто скорее развлекательное и шуточное. Не относитесь к этому видео как к чему-то реально серьезному, я лишь решила собрать свои наблюдения за своими знакомыми и делюсь ими с вами, просто ради шутки. Но сначала, как и всегда, спидпейн. Итак, это просто скетч. У нас просто отвратительная, кошмарная жара, невозможно выйти на улицу и не умереть, сидеть на стуле у компа максимально тяжело, Везде жарко, очень-очень жарко, сейчас открыто окно, я надеюсь не будет слышно шума, но в любом случае, я просто никак не могу сесть и сделать, ну, хоть что-то из-за этого. Работа не шла вообще никак, но мне все-таки нужно было что-то для ролика, поэтому вот супер-мега-быстрый скетч, который я сделала минут за 40. Не суждайте меня, полноценки в такую жару делать очень сложно. Так, ближе к теме, ребят, погнали, псевдодепрессивные художники. Ну, знаете, такие ребята, партам которых кажется, что у них шиза. Крепота какая-то, кровь, кишки, порезы, темы суисайда и такое. Пишешь ему пообщаться, а он оказывается супер-мега-милым и веселым челом. Пользуясь своей власти, передаю привет куме и напоминаю ей, что люблю ее, несмотря на всю крепоту, которая выходит из-под ее рук. Жуть, конечно. Реально депрессивные художники. Арт раз в тысячу лет. Что-то темное, мрачное, скорее это даже скетч, а не арт. И никаких подписей к посту, вообще. Черт, зато он молча лайкнет ваш коммент с похвалой и растворится в ночи. Короче, реально жуткий чел. Любители розового. Ой, это вообще такой прикол. Заходишь к таким в паблик, а там все розовое. Вот прям вообще все. Других цветов тупо нет. Только разные оттенки розового и чуть-чуть фиолетового. Мне часто попадаются такие артеры, которые типа за милоту, доброту, дружбу и пони. Но я не знаю, почему как так получается. Они практически все супер-мега-агрессивные и вообще недобрые. Мини старитайф-тему. Как-то я наткнулся на одного такого через рекламу. И под его постом в комментариях написали коммент типа «У меня передоз от розового». Ну коммент как коммент, ничего необычного. Веселенький даже. Можно же понять, реально куча розового. Но нет, там был такой срач от этого художника. Чел отправился в бан и прочее. Короче, я не доверяю людям, которые видят весь мир в розовых цветах. Ну их. Фан-артеры. Что такое осы? Зачем мне персонажи? Я живу фандомами. Нигде толком долго не сидят. И на арте каждый раз разные персонажи. Непостоянные челы, в общем. Сегодня им нравится Наруто, завтра он уже им не нравится. И они топят за Марвел. Зато они популярны, ведь они есть везде и во всех фандомах одновременно. Осы. Что такое фандом? Я сделала персонажей и буду выжимать из них все. Это, кстати, про меня. Кто эти челы? Постоянные. Вы хотя бы знаете, что ожидать от них. Я могла бы и Перпин отнести к такому типу. Хотя она не совсем подходит. Зато такие люди явно добрые и отзывчивые, потому что у них куча любви в сердце, которой хватит и на вас. Особенно, если вам нравятся их персонажи. Тогда вас будут помнить даже по имени. Минус таких художников то, что они мало кому интересны. Зачем мне чужие осы? Эй, дайте им шанс. Камишны, трейдеры, квесты. Чем увлекается этот человек? Вы никогда не поймете. И никогда не узнаете. Потому что они рисуют для других их персонажей. Нравится им это или нет, вы тоже никогда не узнаете. Потому что в посте сухое. Камишка. И все. Щиппостеры. Никто никогда не видел их арты, но ходит легенда, что когда-то они там были. Потому что до них хрен долистаешь. Зато все знают, что у чела в семье происходит. Как зовут его Кактус и как он родился. Когда он все-таки выкладывает арт, всем по большей части пофиг. Ну, потому что он в любом случае теряется за кучей текста о его жизни. На этом вроде как все. Подруга мне подкинула идею для этого короткого ролика, за что ей спасибо. Конечно, типов много. И все они разные. Это скорее просто шуточное видео с долей правды. Все художники молодцы и заслуживают внимания и любви. Поддерживайте их. Конечно же, то, что вы рисуете, не определяет вас по большей части как личность. То, что рисует художник, не всегда показатель его душевного состояния. Так что даже люди, кто рисует депрессивные арты, не всегда на самом деле депрессивные. И люди, которые рисуют кучу милоты, девочек-волшебниц, не всегда очень добрые и хорошие. Поэтому не надо судить художника по его работам. Лучше оценивайте его работы именно как работа художников. А его личность нужно оценивать по его поступкам. Но иногда, иногда эти люди ничего абсолютно не пишут. И никак не пытаются контактировать со своей аудиторией. Ты о них просто не можешь ничего узнать физически. Поэтому это довольно странно, кстати. Это можно было бы даже отнести в отдельный тип, но я таких людей практически не встречала. В любом случае, напишите про другие типы художников, которые вы встречали, которые вам нравятся или которые вам не нравятся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой паблик, на твиттер, на инсту. Все ли я сказала, я не помню. Читайте мой комик, который есть в ВК и на Манголибе. Всем хорошего дня и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok